Я рекомендую компьютерную игру FIF. Отличный симулятор вора с видом от первого лица. Огромное количество загадок, головоломок, интересный геймплей. Ссылочка есть в описании. Друзья, всем привет! С вами вновь Илюха. Итак, продолжаем освещать проект Cars. В этот раз я решил покататься с ботами на трассе Брно, которая является одним из лучших автодромов Чехии. И названа она так была в честь первого президента Чехословакии. Кому интересно, можете погуглить. Там очень много фактов о ней, можете узнать. Итак, я продолжаю. Тут катался в этот раз с ботами. Хочу заметить следующее. То есть, если ставить уровень сложности ботов где-нибудь 10, 20, 30, то они едут, как правило, медленнее у вас и обогнать их проблем не составляет. Поэтому я поставил уровень сложности чуть больше 50. При таком варианте боты едут нисколечко, немедленнее у вас. И здесь уже решает скилл, мастерство пилотирования. В отличие от более легких вариантов. В качестве эксперимента я решил поездить на Формуле С. Она же Формула 3, как я, насколько понимаю. И все настройки автомобиля я использовал стоковые. Единственное, я лишь переместил немножко тормозной баланс вперед. В качестве эксперимента я решил стартануть последним или предпоследним, если не ошибаюсь, в стартовой решетке и поставил себе 4 круга, чтобы определить, какое же место мы займем все-таки в финале. То есть, давайте, кажется, не будем больше разглагольствовать и начнем смотреть. И так, старт гонки начинаем сходу. И поехали. Сейчас загорается зеленые огни. И мы помчимся. И так, старт у нас неплохой. Сразу вырываемся на 18-е место и идем за общей массой. Сразу хочу добавить, что Формула, как автомобиль, достаточно крупкий. И поэтому мне пришлось ездить очень и очень аккуратно, чтобы ни в кого не врезаться, поскольку машина ломается элементарно. Хотя, в проект Cars, на мой взгляд, автомобиль более железобетонный, чем в других симуляторах. Еще хотелось бы добавить, то, что ездить придется очень и очень аккуратно, потому что боты не обладают инстинктом самосохранения. Оп, впереди была авария, но мы ее миновали. То есть, не обладают инстинктом самосохранения, и поэтому, если пытаетесь его подрезать в повороте, и существует риск небольшого столкновения, бот обязательно столкнется у вас, или бортанет, и гонка для вас может закончиться. Поэтому я ездил очень аккуратно и очень был аккуратным на обгонах. Если не уверен, то лучше пропустить его вперед. То есть, такая концепция рулит. Ну вот, первый круг начинает уже подходить к концу. И тут получается ДТП. Блин. Ёкаранабабай. Ужас на трассе. Плюс, у меня еще бортанули. И что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем, что где-то, по-моему, с 13-го места мы скатываемся опять в самый конец, и круг у нас остается, по сути, мы не изменили вообще наше положение в результате вот такого ДТП. Но и здесь я решил продолжить все-таки эксперимент и поехать все-таки дальше. Посмотрим, что же выйдет. Трасса Берено, если честно, мне очень сильно нравится, потому что, во-первых, она широкая, во-вторых, длинные затяжные повороты, которые очень удобно проходить и риск сползти с трассы гораздо меньше, чем на узких. Ну вот, уже подходит к завершению и второй круг. Осталось совсем немного, а у нас уже 12-е место. Все-таки мы отыграли несколько позиций. Здесь пытаюсь обогнать ботов, но это мне не удается. Будем пробовать сделать их на повороте. Ну вот, за счет лучшего сохранения энергии, так сказать, удается обогнать одного, поскольку этот вот удается не так просто. Хотя нет, я обманул все-таки я его обогнал. Так, третий круг и десятое место. Половина позиций отыграна. Половина позиций отыграна. Ну вот, потихонечку догоняем. И скоро будем уже наступать на пятки. Девятому и восьмому номеру. Здесь обогнать их не удается. И пристраиваясь в аэродинамический мешок. Почти обогнал, но все же не совсем. Сколько ботов вновь меня обгоняет. Пропускаю его очень аккуратно. Легкое касание, но не смертельно. Уж то-что, а допускать аварий на соревнованиях класса «Формула» либо 1, 2, 3. Их несколько классов. Существуют еще более молодые классы. Но смысл тут один. Это класс автомобилей с открытыми колесами. И ездить нужно очень аккуратно. Так, у нас уже идет последний круг. Удалось с 21-го места пока перейти на 8-е. С учетом того, что первый круг, по сути, прошел впустую. Так как мы попали в ДТП, благодаря которому потеряли несколько позиций. Ну, хотя бы обогнать кого-то из впереди идущих. Хотя бы вот этот вот желтый болит. Тут осталось всего два поворота. Отормаживаемся. Здесь нам не удается. А вот здесь попробуем отыграть от скорости. И вот это нам как раз получилось. Ну что ж, заслуженное седьмое место. С учетом потерь в первом круге. То есть, по сложности ботов, судите здесь сами. Вступили мы 12 секунд потерянных в результате аварии. Если бы, я думаю, аварии не было, можем попасть на четвертое, на третье. А может быть даже и на первое. Ну, а на этом, ребята, мое видео заканчивается. Желаю вам всем приятного дня, вечера, ночи. Смотря в какое время смотрите. И, конечно же, выражаю вам большую благодарность за то, что досмотрели видео до конца. Ну, я на этом прощаюсь с вами. Кому нравится, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И увидимся в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok